Утром в минувшую пятницу многие выпускники Голицынской школы номер один нервничали так, что не обращали внимания даже на знойную жару. Ничего удивительного в этом нет. Дети расстаются со школой, в которой провели большую часть своей сознательной жизни. С поздравлениями школу навестила Татьяна Одинцова, которая возглавляла учебное заведение 14 лет. Я хочу пожелать нашим выпускникам Голицынской школы номер один успехов. Самое главное, чтобы они были нужны России, чтобы они нужны были своим друзьям, чтобы они никогда не забывали друг друга и любили свою школу. На мероприятии присутствовало много почетных гостей. Так, с напутственными пожеланиями к выпускникам обратился глава Голицына. Пусть у вас все получается, вот все, что вы задумали, пусть у вас исполнится счастье благополучие. Школьники показали незаурядное мастерство и энтузиазм, исполнив чудесный вальс и множество классических выпускных песен. А затем, не стесняясь, поделились своими впечатлениями от 11 школьных лет. Мы гуляли, у нас очень много связано. Мы с первого класса вместе. Некоторые садика вместе. Да, некоторые сады прям, мы прошли весь этот путь вместе именно. К 15 часам школьники со всего района начали съезжаться на Пушкинскую поляну в Захарово. Под бдительным присмотром сотрудников полиции школьники набросились на ярмарочные ряды с вкусными товарами и смогли принять участие в спортивных конкурсах и играх. Не обошлось и без традиционных веселых историй о делах былых дней. У нас заболел учитель и нам поставили замену последнего урока в субботу. Ну и мы считали, что это очень-очень подло и решили сбежать из школы. А поскольку на входе сидит охрана, мы не нашли ничего умнее, чем просто выбежать через окно. Мы можем сказать большое спасибо нашим преподавателям, которые целых 11 лет нас терпели, столько от нас вынесли и, естественно, нас многому научили. Мы им очень благодарны, нам было очень приятно. Снова в школу собираюсь я, рядом со мной мои друзья. На линейке мы увидели вас и в первый раз вы приняли нас. Вскоре начался и торжественный концерт. С приветственным словом к собравшимся обратился Андрей Робертович Иванов. Вот смотрите, какая прекрасная погода, прекрасная природа, красивая усадьба. Вы такие нарядные, молодые, талантливые. И первое, что приходит в голову, это то, как было бы здорово, если все вы отучитесь в университетах, колледжах, институтах и потом вернетесь работать и жить в наш замечательный Одинцовский район. У нас большие задачи сделать Одинцовский район лучшим в Московской области. И без ваших талантов, без вас мы, конечно, эту задачу не осилим. До самого утра школьники резвились, вспоминали уже прошедшую школьную жизнь и мечтали о будущем. Будущее же их началось 26 мая, создачи первой волны единого государственного экзамена. Святослав Савенков, Константин Королев, телекомпания Одинцова.